МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Служба Франции должна установить около 190 тысяч квадратных метров солнечных панелей на 156 станциях по всей стране к 2025 году и более 1 миллиона квадратного метра к 2030. Эксперты прогнозируют, что благодаря этому солнечная энергетика страны даст 11 гигаватт в год, что равносильно работе 10 ядерных реакторов. Кроме того, французское правительство планирует возвести к 2050 году около полусотни дополнительных ветряных электростанций. Продолжим рыночную капитализацию компании Амазон. Впервые с апреля 2020 года опустилась до отметки в районе 900 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Исторически рекордная стоимость Амазон зафиксирована в июле прошлого года с суммой 1,88 триллионов американских банкнот. Таким образом, Амазон стала первой публичной компанией, капитализация которой упала на 1 триллион долларов. При этом капитализация опустилась ниже этого значения. Теперь в мире осталось всего 4 публичные компании с рыночной стоимостью более 1 триллиона. Это Apple, Saudi Aramco, Microsoft и Alphabet. На биржевые котировки Амазон повлиял квартальный отчет, который корпорация опубликовала в конце октября. В нем компания сообщила о сокращении чистой прибыли на 9% и недостижении целевой выручки. Кроме того, Амазон предупредила о возможном замедлении продаж в четвертом квартале. В этом году большинство технологических и интернет-компаний столкнулось с падением акций в связи с ростом инфляции и процентных ставок. Пять крупнейших американских технологических компаний потеряли суммарно в своей стоимости почти 4 триллиона долларов. Ну и напоследок Британское министерство обороны на своих полигонах провело испытание мощного направленного лазерного энергетического оружия большой дальности. Тестирование включало стребу из лазерного оружия UK Dragonfire по целям на разных дистанциях. Как следует из релиза, основной задачей испытания была демонстрация способности оружия нового поколения – мощных высокоточных лазеров, обеспечивающих более низкую стоимость поражения цели по сравнению с другими системами вооружения. Летом Минобороны Великобритании начала серию испытаний по программе Dragonfire, в рамках которой создается мощное лазерное оружие для кораблей, способное с высокой точностью отслеживать и поражать воздушные и морские цели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова